Кто выплатит компенсацию? Карагандинцы, выжившие после крупной аварии на трассе Алматы-Екатеринбург, до сих пор не могут оправиться от происшествия. Потерпевшие возмущены невниманием государства к последствиям автокатастрофы. От безысходности люди решили напрямую обратиться к премьер-министру Казахстана. Для этого они даже готовы отправиться в Астану. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. 19 августа на трассе Алматы-Екатеринбург крупное ДТП, произошедшее при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, унесло жизни 16 человек. Суд над виновниками аварии до сих пор на рассмотрении. Прошло полгода после трагического происшествия, но за это время пострадавшими семьями погибших оправиться после трагедии не помог никто. Когда случилась авиакатастрофа, погибли молодые люди. Вы посмотрите, правительство какое внимание уделило похороны, компенсации людям. Нам ничего этого нет. Ну, конечно, проходили Олимпийские игры, может быть, правительству не до этого было. Но вот у меня единственный сын погиб. Осталось двое малолетних детей, которые учатся в школе. И я сама больная. Вот что детям надо сказать, а? Татьяна Горбачева тоже была в зловещем автобусе. На ее глазах погибли люди. Получив множество травм и переломов, девушка просто чудом осталась жива. Долгое время девушка пролежала в больнице, но сегодня ее называют всего лишь свидетелем. Мне сказали, у вас медэкспертиза, у вас средняя степень, а по законодательству средняя и легкая степень считаются свидетелями. А только тяжелые и погибшие, они считаются пострадавшими. Я, получается, свидетель. Много знаю людей, которые пострадали и похуже меня, и тоже считаются свидетелями. Сегодня жертвы страшной аварии собрались вместе для того, чтобы поставить подписи под обрещением к Серику Ахметову. Люди надеются, что премьер-министр сможет проконтролировать выплату хотя бы минимальной компенсации. На данный момент мы написали письмо Серику Ахметову, нашему премьеру, в просьбе помочь сложившейся ситуации, помочь как морально, то есть взять под контроль данное судопроизводство, и чтобы все проходило в соответствии с нормой закона и в соответствии с теми приговорами, которые должен получить Козлов за свой поступок, так, чтобы все произошло именно по закону. А также просим помочь нам материально с компенсациями погибшими и тем, кто продолжает лечиться. Потому что многим лечиться, наверное, даже всю жизнь остается. Суд над виновниками аварии продолжается до сих пор. По последним данным известно, что Дмитрий Козлов, водитель грузовика, полностью отказался от своей вины и компенсировать моральный ущерб пострадавшим не собирается. Окончательное решение суд вынесет только 11 февраля. До тех пор пострадавшим в трагедии остается только надеяться на малейшую поддержку. Аида Ибраева, Марат Култенов, Первый Караганинский.